глядя на нашего героя один выдающийся режиссер сказал он либо ненормальный либо гениальный вообще вся жизнь этого человека подобно чуду буквально с пеленок он мечтал быть артистом но стал поистине известен только после сорока вся его линия жизни поделена на три отрезка и в одном из них неминуемая гибель обернулась возрождением рядом со мной народный артист россии гениальный актер виктор сухароков виктор иванович я также не могу не отметить тот факт что при всей какой-то тугости при всей безысходности даже иногда как какая исходила да вот рассказов о вашей жизни тем не менее сколько чудес было ответа нет поэтому и хочется называть и я осмеливаюсь обзывать события явления чудом потому что нет ответа это случилось почему так произошло ответа нет последнее время произошло что-то что еще больше вас вдохновила подпитала перед вами сидит победитель такой благополучный человек который извините в родстве с создателем я же всегда говорю что просто своими силами и силами соседей друзей и родных перед вами сухаруков бы не состоялся и мне кажется этого достаточно потому что даже сегодня иногда я думаю а это почему а это за что а как же так получилось потому как как часто ко мне подходят молодые актеры и актрисы и ругают наш театрально киношный мир у них что-то не получается и они мне жалуются вот там такие сякие нехорошие люди там все по блату друг друга двигают толкают я часто говорил встретимся через пару лет и когда у них начинает получаться и я напоминаю тот разговор они мне говорят этого не было а был случай даже один актер который сейчас очень неплохо работает который так ругался на индустрию потому что ему не везло ягода куда-то торопишься успеешь подожди потерпи все получится он так проклянул и я ему позвонил вот некоторое время алё здравствуй это виктор иванович сухаруков извините меня роуминг пи 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 вот так вот это я не о чуде об отношении поведения понимаете мы там все равно мечтая и стремясь были благодарны мы как-то даже злились и ждали по-другому сегодня я не понимаю другой случай ведь как я ушел от вопроса от разговора чуде может я к нему сейчас и приду вернуться второй момент один снялся в одной картине и сразу ракеты взлетает и популярность и узнаваемость успешность какая-то и и начинается строится биография по-другому а другой артист особенно в телеиндустрии снимается 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 а потом говорит ну как же так вот я так много работаю я все время на экране а славы нет и когда говоришь спрашиваешь своих там знакомых а ты вот это видел а ты вот этот актер знаешь а кто это мне даже неловко потому что ну как же он же постоянно у тебя на кухне из телевизора голову высовывает а вы его не знаете значит нету чего-то личностного потому что не только надо иметь бирку как у коров знаете на ухе не только диплом наверно что-то нужны в глазах чтобы ресницы хлопали по судьбе по биографии по твоим чтобы я сквозь эти ресницы видел такие глаза в которые мне хотелось бы заглядывать и заглядывать и что-то оттуда обретать а когда просто ну и чё, ну и бубни мы. Миллионы бубнят. И кого-то это устраивает, а кто-то чего-то хочет такого, а ничего для этого не делает. Чудо заключается именно в том, вы сегодня уже это чудо и сами определили. Только я уже настолько привык к этому, что и чудом не считаю. А я считаю, что это чудо, когда у тебя нет второго состава, когда ты один. Это трудно, тяжело, устало. И тем не менее это чудо. Потому что для актёра это странно, это здорово. Второй момент. Вот играю в спектакль, играю долго, давно. Об этом неприлично рассказывать. Но мы говорим сейчас, вот как будто их нет камер. Тем более это наше первое знакомство. И мне уже не страшно об этом говорить, потому что это повторяется. Если бы это случилось, ой, что это, как это. А когда это повторяется, сейчас поймёте, что я имею в виду. Сижу в кафе, пью чай. Я люблю пирожные. Я сластёна. И вдруг вижу пара, взрослая пара, что-то межуется. И то ли они уходят, то ли почувствуют, что я допиваю чай. Они ко мне подходят, мужчин, женщины, говорят, простите, ради бога, мы были вот на таком-то спектакле, не буду рекламировать. Ой, спасибо вам, вы великолепны. И пошло, пошло, пошло. Ну, как с удуванчика, зонтики полетели в мой адрес комплимента, благодарности. И вот это добро от них пошло. И вдруг, ну, когда вас нет на сцене, это такая тоска. Другой бы этот артист возгордился, понимаете, как чёрт бы стал бы на ноге качать. А я расстраиваюсь. Я расстраиваюсь, когда меня благодарят и говорят, ну, а там всё остальное не очень важно. Это ужасно. Я за партнёрство, за коллектив, за команду, которая очень серьёзно существует в спектакле «Старший сын», который вот мы часто возим в Питер, агентство «Свободная сцена». И именно вот этот шквал аплодисментов, это и есть благодарность не только за честность исполнительства, но и за то, что мы команда, мы коллектив, мы группа, банда, как вы хотите назовите, стая. Вот. Но мы приходим и что-то такое вытворяем. В этом тоже чудо, что сегодня у меня есть право выбирать. Это чудо, что у меня есть сегодня возможность встречаться с вами. Ну, вы же, он легион нашего брата, но вы же позвали Сухорукова. И каждый из нас, привыкая, не привык, всё равно говорит, о, телефон зазвонил, значит, ещё нужен, стал быть интересен. Это тоже чудеса. И вообще, попробуйте относиться к событиям и явлениям в своей жизни как к чудесам. Это намного интереснее и богаче, нежели относиться ко всему как должное. Это опасно, вредно и скучно. Виктор Иванович, вот что интересно, после выхода на экраны диалогии Балабанова, вас по всей огромной стране, да и не только за её пределами, начали воспринимать как своего, как брата, Витюлю, вот про которого вы говорите, да, но давая интервью не так давно, вы отметили, что вы сами по-настоящему себя своим ощущаете в Иерусалиме. Меня узнают во многих странах, что удивительно, значит, кино наше смотрят. У меня был уникальный случай, когда я зашёл в магазин, в мужской магазин одежды и два чернокожих продавца «Where from?» «From Russia». «А, мы не знаем, мы там кино знаем, там, брат, два». Я говорю, я там снимался, «Чё вы идиот?» И они не поверили. На следующий день, когда я шёл по той же улице, они увидели меня в витрине магазина, что я иду, выскочили на улицу, вот не вру, затащили в магазин и за 100 евро продали мне пять брюк. Понимаете, фирменных, хороших, и кричали. Оказывается, они проверили, посмотрели, поняли, что я не набрал. То есть, много было любопытного. Или Венеция, остров Мурано, там муранское стекло. И я приплыл на этот остров, иду по тропинке, и вдруг сзади «Виктор» орёт. Я поворачиваю, молодой парень, а он сам, то ли Словении, Словакии или Сербии, не помню, на ломаном русском языке, он в кафе, увидел меня в витрине кафе, выскочил на улицу, добежал, там какая-то ещё такая авангардная конструкция, скульптура. И он говорит, я знаю, и начал мне говорить какие-то слова по поводу фильма «Брат», вот, сфотографировались мы с ним. Такие случаи бывали по всему миру, начиная в Америке. А Иерусалим, просто, когда я впервые приехал в Израиль, это была осень, неделя русского кино. Меня пригласили в делегации, и какая-то была поездка такая, такая божественная. Погода была чудная, приём был отменный, уважение было море. Я чувствовал себя так комфортно, да ещё тебя посадили и повезли в Иерусалим. И дали такого гида, экскурсовод-женщина, которая от вилла Понте-Пилата повела меня по тому маршруту, по которому Иисус Христос нёс свой крест с остановками, камнями, со слезами, с муками, до Голгофы. Вы не поверите, когда я уже... Я понимаю, что там уже некая есть экскурсионность во всём этом пути. И в самом храме Гроба Господня, и камень, омовение, и гора, куда она колоняется. Немножко в этом есть символизм. Всё, может быть, уже сдвинулось, и всё это в других местах. Но вера, важна вера. И когда я приехал в Иерусалим, впервые, и я поймал себя на том, что у меня появилось желание или вдруг возникло желание, оно во мне затаилось, возвращаться туда. И я хочу туда ехать, потому что там не только мне комфортно, мне там благостно. Не знаю, что это такое. И у меня было ощущение, что эта земля мне знакома. Что-то меня с этим связывало. Потому что каждый раз, когда я туда возвращаюсь, мне хочется благодарить и прощать. Удивительно. Всех благодарить и всех прощать. И в данном случае сам Иерусалим для меня это действительно обетованная, земля божественная, земля непридуманная. И я всё принимаю на веру и говорю, верьте, и будет вам счастье, потому что так оно и есть. И вот, когда первый раз я приехал, вы не поверите. Я туда полез, где гора Голгофа тогда, прикоснулся. Поверьте, я это не придумал. Я слёз остановить не мог. Я рыдал, как девушка. У меня рекой слёзы текли. Понимаете? И каждый раз, когда я прибываю, вот как будто бы ветерок по щеке похлопал. Здравствуй! Вот как будто кто-то толкнул тебя каким-то теплом, каким-то солнцем, каким-то деревом. Повернёшься – пейзаж. Назад – там картина. Всё время какая-то интересная жизнь, очень живописная. Само понимание того, что мы все братья по вере. Родные. Ну, как бы родные люди, да. Вам помогает это оставлять обиды вот тем, кто проклинает, злословит о вас, клевещет без конца, и воспринимать его как брата, молиться за него, за его счастье также. Не помогает. Не помогает. Трудно. Это работа. Это такая борьба с самим собой, чтобы следовать заповедям. Это огромный труд. А мы не хотим трудиться. Нам некогда. Не потому, что не хотим, а нам некогда. Мы помним, мы знаем, мы понимаем, мы согласны. Почему не исполняем? Трудно. Тяжело. Почему? Потому, что я тот же родственник. Если вы мне сестра, то я вам брат. И то, что есть в вас, что меня не устраивает, и я во мне тоже есть. Вот в чем парадокс. Мы все в братстве и в этом родстве. Мы все едины. Мы едины не только в любви, но и в беде, в преступности, в порочности. Нету человека, который кристаллен или чист, как младенец. Уж извините, даже младенец иногда рождается с родимым пятном, с бородавками, с какими-то патологиями. Но ведь это же не просто какая-то природная физиология, нарушение физиологии. Нет, это тоже некие сигналы и знаки. Можно и так относиться. Вот и все. Поэтому прощать. Трудно прощать. У меня ведь тоже есть и на этот счет отмазка. Какая? Скажу. Я не мщу. Месть подразумевает зло. Но я помню. Я могу быть после наших каких-то сложных отношений с вами быть благосклонным, благодарным, улыбчивым. Но я не могу забыть. И я не позволяю себе забывать. Почему? Не для того, чтобы эта память превратилась в злопамятство. Когда долго помнят что-то нехорошее. Ой, какой ты злопамятный. Да нет. Я это помню только для того, чтобы не повторялось. Чтобы эти грабли оставались там, где они мне ударили по лбу. Вот и всё. Ваше жизненное правило, которое, по сути, уже личной заповедью стало, не претендуй. Вот история возникновения. И ко всем ли правилам жизни, грубо говоря, ко всем ли ситуациям в жизни относятся? Тут я немножко расшифрую. Вот этот призыв самому себе, он у меня возник как раз из перехода одной жизни в другую. не периода, не этапы, а именно жизни. И со второй на третью? Да, со второй на третью. Когда я стал бороться с недугами, с пороками, бедами, несчастьями, самоуничтожениями. То есть я сам разрушался, и когда я вдруг понял, что мне надо пересмотреть кодекс своего поведения, своей жизни, своих пристрастий, я сам себе устроил казнь. И я уничтожил того сухорукого. Конечно, многое во мне осталось, затаилось, присмирело, угнетено внутри меня. Это естественно. Никуда не уходит ничего. Всё в тебе остаётся, только в другом каком-то состоянии. Знаете, есть живой продукт, а есть концентрат, а есть вот яблочко наливное свежее, а есть сухофрукт. Понимаете? Вот и всё. В данном случае а есть и червоточенный. Всё в тебе остаётся. Но в данном случае, когда я решил не меняться, обновляться, начинать новую жизнь, и сочиняя нового сухорукого, который мог бы быть полезным, который вдруг решил отдавать своё дарование, скромно говорю, а не талант, людям, который должен был всё-таки начать жизнь и, учась, проучившись в театральном вузе, быть актёром для людей, а не для подворотен, то есть другой сухоруков. Пора отдавать, пора быть полезным. Это всё. Лозунги, они могут также обветшать, что во мне внутри. Так и получилось. Когда я начал эту третью жизнь, я вдруг ловлю себя на том, что я всё время с чем-то себя сравниваю, с кем-то сравниваю. А как вот этот? А вот у неё, а вот у него, а вот она, а вот он, а почему не я? А почему не я? А почему не я? А почему не мне? Стоп, сухоруков! Говорю, ты чё? А ты тут при чём? Это их, её, его, для него, для неё, а ты тут ни при чём. Вот у тебя есть документ, вот у тебя есть имя, фамилия, в тебе твой Бог, твоя вера, если вы об этом говорите. И в данном случае ты решил себя заново родить? Без мамы? Без папы? Ну, рожай! Какие могут быть претензии и вопросы к миру? Нет, только тебе. А уж что там у тебя зародится, только от тебя зависит. И вот тут-то я и сказал себе, не претендуй. Вы во всех интервью говорили или намекали, или заново рассказывали о том, что в детстве фантазии и сказки они заполняли все недостающие какие-то моменты, все пустоты в жизни. А их было много. Телевизоров-то не было. Да. Вы ведь уже озвучивали ни одного сказочного персонажа. Что чувствовали в этот момент? И каков он дедушка Витя Сухоруков? Читает ли он сказки своим внукам? И прививает ли эту любовь к фантазированию? Конечно. Они меня за это любят. Я уверена. Я своим внукам, хотя одна маленькая еще Наденька, совсем маленькая моя крестница, Кирилл Иванович большая умница. Самое главное, что я им... Я специально их не воспитываю. У них и мать с отцом есть, и бабушка есть, сестра моя. Все это. Я с ними разговариваю так, что они мне верят. Они мне доверяют. Вот это самое главное. Как это получается, я не знаю. Вы обладаете даром рассказчика. Вот так это и получается. Но сказки... Понимаете, одно дело любить, другое дело опять слово верить. А верить в чудеса надо. Они украшают и ничего не просят взамен. Просто вот читайте сказку и верьте. У меня же история уникальная. Уже она пожелтела от тиражирования про Снегурочку-то. Вы знаете, да? Удивительно. Не знаете? Ну, она уже старая, она уже ветхая история. Мне лет шесть, по-моему. Да, шесть лет. В школу еще не ходил. И мне рассказали сказку Снегурочка. Когда бабка с деткой слепили Снегурочку, детей у них не было. Да. И я зимой... Мы жили на первом этаже. Вылепилась Снегурочка. Я вылепил, да, Снегурочку. У матери бусы порвал, глазки сделал, губы накрасил. Залез на подоконник и давай подсматривать, как она будет оживать. Я ей говорю, детка-то с бабкой не заметили, как она жила? А я-то, говорю, хитрый. Я сейчас подсмотрю. Ну и уснул на подоконнике. Проснулся уже у себя в постели. Быстро к окну подбегаю. А там вот теперь мама подорогая. Я очень расстраивался. Но веру не утратил. Виктор Иванович, несмотря на то, что детство было непростым, но хочется от вас услышать все-таки самое светлое воспоминание из детства. Это какое? Детство. Все детство. А я не говорю, что оно было плохим. Когда я сказал, что оно было плохим? Непростым. Непростым. И это я уже, будучи взрослым, состоявшимся человеком, говорю, оно было трудным. Оно было прекрасным. Я любил лагеря пионерские. Я любил улицу. Я любил помойки. Я любил убегать из дома. В другой район. В кинотеатры. Я любил свою жизнь. Я любил свое детство. Я его обожал. У меня картина висит. У меня один местный художник, Орехозуевский, нарисовал мою улицу. И я вертел, крутил эту картину по квартире. А сегодня она вдруг оказалась прямо перед песенным столом. И когда я что-то читаю, пишу, а я не люблю лежа, я только сидя читаю, смотрю что-то или изучаю, сидя работаю. Я только всегда глазки поднимаю и смотрю на свою улицу детства. Потом опускаю глаза на мать с отцом. Они молодые, сидят на траве. В саду Барышникова был такой сад. А потом опять работают. На самом деле счастливы те люди, с которыми вы делитесь своими стихами. И прежде чем задать вам финальный вопрос, можно я вас попрошу что-нибудь для нас прочитать? Прочту стихотворение, которое связано как раз с Родиной. По тропинке иду. По тропинке иду, По бокам разноцвет. Вдруг возьмусь, упаду В воспоминания. Никого не веду за собой В прошлость лет. Для меня одного там Свидание. Там не знает никто, Кем я буду потом. И чужое пальто Носит юность моя. Посмотрите простор Вместо дома. На слом дом пошел. И как стон Лишь деревья шумят. Мать с отцом далеко-далеко. Я бы им про себя рассказал, Как я был дураком, Дураком, Пока к небу Не поднял глаза. Вот уж мчусь по годам, В промежутках сгорая. Жизнь свою не предам, Ни начала, Ни края. Спасибо вам за это. И не могу вас отпустить Без финального вопроса. Он звучит для всех одинаково. Жизнь удивительная штука. Удивительная. И каждому из нас Есть за что благодарить Бога. Я понимаю, что все наше интервью К этому, в принципе, и вело. Если бы можно было выбрать Что-то одно, За что больше всего в жизни Вы благодарны Богу. За выживание. За то, что спас. Он спас меня. Потому что наступает. Особенно мне просто На этот вопрос отвечать легко. Потому что я знаю, что он есть. И мне ничего никому Объяснять, доказывать не надо. Он есть. Он рядом. Он везде. Как угодно. Это все можно говорить. Покажите. Все, что... Но в данном случае Я знаю, Без него Меня бы здесь Давно не было. Вот и все. И никому объяснять. Другое дело На меня может и церковь обижаться. Хотя я это говорил Неоднократно. Религия вторична. Первична вера. И Бог есть у тех, Кто верит. Без веры Даже лампы нет. Вот вы мне сгорите Вот лампа. Я говорю Да нет лампы. Я не верю. Вот и все. Глупость, конечно. Но оно есть. Так и Бог. Это То, во что надо верить. Веришь и есть. Не веришь, Так и не. Чего об этом говорить? И, конечно, Я ему благодарен За то, Что он Помог Всем мучающимся И страдающим За меня Меня спасти Один наш поклонник Очень классно написал Его жизнь Отполировала До золотого блеска Светите, Виктор Иванович И не меркните Мы вас очень любим И вы нам очень нужны Трудиться будем Труд нас Отполирует Субтитры создавал DimaTorzok